Всех приветствую на канале NonomEasy. Меня зовут Дмитрий и это второе занятие обучающего курса по Windows 10. В предыдущем занятии мы научились, как снимать пароль, как в принципе загружать систему. И вот мы пришли к тому, что система загружена, пароль снят, драйверы обновлены и что же нам дальше делать. И первое, с чем сталкиваются пользователи, это подключение к сети. Смоделируем ситуацию. То есть до этого времени вы позвонили по телефону любого оператора, предоставляющего интернет-услуги. Они вам включили интернет, подключили Wi-Fi роутер. Все, дали логин и пароль для входа в систему. Что вы делаете? У нас в Windows 10 есть такой значок. Wi-Fi значок. Сейчас написано, что не подключено, есть доступные подключения. Мы нажимаем на этот значок левой кнопкой мыши и вот наши доступные подключения. Которые сейчас в вашем случае, ваша сеть уже будет здесь видна, как вот здесь сеть Dimasik. Сеть Dimasik. Мы на нее нажали один раз и после этого нажимаем кнопку подключиться. Вводим пароль. И нажимаем кнопку Далее. Вы хотите разрешить другим компьютерам и устройствам в этой сети обнаружить ваш ПК? Рекомендуем делать это для домашней или рабочей сети, а не в общедоступных местах. Ну, в нашем случае это домашняя сеть, поэтому да. Все. Нажали Да и вуаля, мы уже подключены к интернету. Понимаете? Не удается подключиться к этой сети. Это не очень хорошо. Пробуем еще разок. Что же у нас такое случилось? Почему к Dimasik нельзя подключиться? Сейчас мы попробуем Dimasik еще раз подключить. Опять нажимаем включение. Сейчас мы найдем снова сеть Dimasik. Вот она загрузилась подключиться. Вводим пароль. Сейчас мы еще раз подключиться. Все. Должны подключиться. Вуаля, все. У нас отображается на белом значок. Значит, мы уже доступ к интернету посредством сети Dimasik. К нам обеспечен. Чтобы это проверить, вот наш Microsoft Edge. Он же раньше назывался Explorer. Двойной щелчок мыши по нему. И у нас сеть загружена. Все. Первое действие есть. Мы с вами зашли в сеть. И что делает пользователь в сети чаще всего, как я заговорился, чаще всего, что делает? Это смотрит социальные сети, общается, смотрит фильмы и слушает музыку. Все это можно делать в браузере, да? Поэтому вот в этой строке мы заходим, вводим одну из поисковых систем. Можно русская раскладка, английская раскладка, неважно. Клавиатура. Набираем клавиши Яндекс. По-русски, по-английски. И он нам вводит первая строчка, это Яндекс. То, что нам нужно. Дальше мы можем набрать ВКонтакте. Если эта сеть вас интересует, социальная, после в нее зайти. Можно набрать Слушать музыку. После этого мы опять же в Яндекс.Музыку заходим и можем слушать всю музыку, какая нам вздумается. Также мы можем смотреть фильмы. Мы уже заметили, что мы уже полноценные пользователи. Пожалуйста, вот фильмы предоставлены. Выбирай любой и смотри. Это посредством браузера. И вторая главная позиция. Мы вставляем флешку и то же самое. Либо смотрим фильмы, либо слушаем музыку, либо читаем какой-нибудь документ, может быть книгу. И заметьте, вот сейчас у нас не установлено еще никакой программы. Мы еще не наполняли нас Windows никаким дополнительным софтом. Но уже сейчас мы можем просматривать фотографию. Заметьте, вот фотографию я запустил. И она посредством стандартных уже установленных программ запускается. Ее можно просматривать, изменять. Ну, сейчас не будем вдаваться в подробности. Ну, то есть мы можем смотреть фото. Дальше. Посредством, опять же, стандартных программ, установленных на данном компьютере. Мы можем слушать музыку. Пожалуйста. Музыка. Все, я ничего не делал, не устанавливал до сих пор. Не отдай программу, я вам спокойно слушаю музыку. Видите? Двойной щелчок мыши по файлу mp3шному, который загружен у вас из флешки, допустим. Или бы с браузера. И, пожалуйста, вуаля, вы, как французы говорили, вы слушаете музыку любимую. И третий пункт, это вы смотрите видео. То же самое посредством установленных уже стандартных проигрывателей. Пожалуйста. Всех приветствую на канале. Вот. Видите? Меня зовут. То есть вы можете просматривать видео. И дальше, самое главное, вы можете читать самый распространенный формат. Это PDF. Да? Вот он, PDF. Что мы делаем? Мы делаем следующее для того, чтобы наш PDF заработал. Мы нажимаем правой кнопкой мыши на значке PDF документа, который нас интересует. И выбираем вкладку «Открыть с помощью». Вот Adobe Acrobat у вас нет, потому что у вас не установлена программа. У вас только Microsoft Edge. И посредством вашего браузера вы можете читать PDF формат. Также вы можете вордовский формат в доке читать. Пожалуйста. Ничем не уступает. Все. Это главные особенности. Потом. Какие еще нюансы нас ждут дальше? Мы читаем, смотрим фильмы, которые через флешку установлены. Фотографии просматриваем, которые через флешку. Но еще главная особенность. Открываем браузер. Двойным щелочком мыши. И мы хотим с вами скачать музыку. Давайте выберем «Зайцев», допустим. Сайт «Зайцев». Музыкальный сайт. Заходим на него. И скачиваем музыку. Скачать. Вот DJTS там еще. Скачаем. И после этого выбираем «Сохранить как». Выбираем «Загрузки». Все, он скачивается в «Загрузки». Скачался. Что дальше мы делаем? Закрываем браузер. Закрыть, закрыть все вкладки. Нажимаем. Это кнопка «Пуск». Главное в компьютере. Это главное меню сейчас компьютера. Вот у вас приблизительно вот так выглядит, только без вот этого всего. У вас есть корзина, и все. Вы нажимаете кнопку «Пуск». Нажимаете «Мой компьютер». И выбираете вот здесь, прокручивая мышку «Загрузки». И вот Tiesto скачался сюда. Это стандартная папка. Называется «Загрузки». Куда скачивается все из интернета, если вы не указываете альтернативный путь. И для начала здесь будет все копиться. Понятно сейчас? Когда вот эта папка наполнится, достаточно. Вы можете, зажав левую кнопку мыши, выделить. Все. И нажать кнопку «Дел» на клавиатуре. Все. У вас все удалилось. Но удалилось не навсегда. А удалилось вот в эту корзину. Двойной шутчат мыши. И все файлы, которые вы только что удалили, они лежат в корзине. И можно по отдельности каждой из них восстановить. Видите, правой кнопкой мыши вы нажимаете и выбираете «Восстановить». Восстановить. Либо левой. Вот так все выбираете. Левой, зажав левую кнопку. Выбираете все файлы. Правой. Восстановить. Все. Закрыли окно. Но если вы нажмете на корзину правой кнопкой мыши и нажмете «Очистить» и подтвердите действие, как я сейчас, то все. Все ваши файлы удалены навсегда. Помните об этом все время. А так не бойтесь. Вы можете заново все скачать. Итак. Что мы имеем теперь? Для удобства на рабочий стол вытащить вот этот ярлычок «Microsoft Edge» можно как. Нажимаете кнопку «Пуск». Вот тут все программы, которые установлены у вас, стандартные. Колесико, мышки прокручиваете до нужной программы. Нас интересует Microsoft Edge. Зажимаете левую кнопку и тянете вверх, не отпуская. Все. Что вы вынесли на рабочий стол браузер, через который можно слушать, смотреть, читать. Понятно? И у вас уже сеть. Допустим, вам надоело быть в сети в интернете. Вы также нажимаете на этот значок и отключиться. Все. Вы теперь не в сети. Либо опять включиться и подключиться к сети. И вы после подключения опять в сети. Димасик. Ну, у вас не Димасик будет. А, допустим, Людасик. Ну что, много информации на сегодня? Мы научились что с вами делать? Подключаться к сети, заходить в браузер, качать файлы, смотреть, читать, изучать, удалять. Я думаю, что на следующем занятии мы будем работать с рабочим столом и поймем, как его настроить и как работать с папками. И как сортировать документы, чтобы их никогда не потерять. Всем, кому было интересно, не забывайте подписываться на канал. Увидимся. Пока.